По традиции, да, когда выиграем, говорим большое спасибо нашим болельщикам, нашим фанатам. Сегодня присутствовали они, нас опять поддерживали. Большая благодарность им за это. Ну, два матча проиграли. Мы всегда говорим, проиграли, вот Джальгерис проиграл. Но там тоже были команды, которые участвуют в нашем чемпионате. Поэтому, да, неудачные два матча сегодня, ну, немножко уже по-другому. Ну, и дали и одна, и вторая команда дали и молодежи поиграть, ну, конец сезона, все преследуют свои цели уже. Конечно, все хотят выиграть, да, но это понятно. Но сегодня выиграл Джальгерис, да, и уже интереснее, да, готовимся к следующему матчу, будем думать уже о следующем. График у нас очень плотный, другие команды имеют возможность отдохнуть, восстановиться, провести какую-то подготовку. Мы идем очень ритмично, так скажем, к завершению сезона, поэтому готовимся на следующий матч. Хорошо, что выиграли, бравые игроки. Тяжело дается, но победа есть. Саулис Миколюнос, литовский Джальгерис легенда. Что вы можете сказать? Я еще раз могу пять, десять, двадцать раз сказать, что это, во-первых, это настоящий капитан команды. Вчера мы были на матче, там же как бы поздравляли его, но как можно сказать, что это поздравление, да, это тот момент, когда игрок перестает играть за сборную. Сборная – это самая главная цель для любого игрока, неважно в какой стране. Сборная своей страны, честь своей страны – это самое важное. Он сыграл 101 матч. Ему большой респект, ему большая благодарность. Я думаю, что таких игроков мало, их считанные единицы таких игроков. А он, ну, очень рад, что он есть, что он у нас в команде, это и душа коллектива нашего, и тот человек, который может зажечь, повести за собой. И он много очень делает, очень много делает, как на поле, как за полем. Поэтому хочу пожелать ему только, ну, наше время сейчас сложное, говорит, здоровья, да, здоровья, будут здоровья, будут силы, я думаю, все будет нормально.